Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я приехала в садовый центр, который находится на улице Торбекова. Давно я здесь не была. Здесь, конечно, зеленые джунгли. Очень красиво. Мне здесь нравится даже не только прийти, приобрести себе интересное растение, а именно еще и погулять и посмотреть море-море интересного. И помимо таких красивых разнообразных растений, здесь есть еще и животные. Так что сюда можно приезжать даже с детишками, как в зоопарк. Вот такая здесь красота. Здесь еще много суккулентов, тоже разных-разных. Также здесь есть, по-моему, называется декабрист. Весь в бутончиках. Кстати, разных цветов, посмотрите. Тут даже есть денежное дерево, варигатное, насколько я понимаю. Знатоки, напишите, пожалуйста, это варигатность или, может быть, да, это что-то другое. По-моему, варигатный. Кстати, их здесь много. Давайте посмотрим цену, потому что, может быть, кто-то захочет себе приобрести. Цену я и не вижу. Сейчас извиняюсь. Так. Стоимость 550 рублей. Также здесь еще много грунтов для орхидеи. Кстати, здесь много коры хорошего качества. Что, например, не скажешь, да, в других магазинах. Здесь, кстати, очень много коры хорошего качества. Смотрите, тут прям видно, что классные большие кусочки коры. Идеально подходящие для посадки орхидеи. Здесь также видно, что кора хорошая. Щепок нет. Еще и присутствует сразу мок с фагном. Возможно, там еще даже есть и уголь. Так, вот это тоже, смотрите. Главное, чтобы не было щепки. И кора была более такими крупными кусочками. Вот, смотрите. Вообще идеальная, идеальная кора для посадки орхидей. Очень классная. Даже без острых краев. Вот такую бы я приобрела. Классно. Смотрите, вам даже покажу для сравнения кору плохого качества, где видно, что есть щепка. Очень часто такая кора еще и бывает мокрая. Вот здесь хорошо, что она сухая внутри пакета. Но очень много щепки. И сама вот кора очень-очень тонкая. Просто, смотрите, миллиметр. И вот хорошая кора, да. Где большие толстые кусочки коры. Где-то примерно в сантиметр. Вот это хорошая кора для орхидеи. Даже вот хорошая кора для орхидеи. Где много крупных кусочков. А вот это, это больше мусор. На мой взгляд. Конечно, каждый для себя решает сам. Кстати, коры очень много. Я удивлена. Прям очень много. Есть кокосовые чипсики. Кто любит их добавлять в посадку. Посмотрите, здесь они есть. Кокосовое волокно. Вот еще кокосовые чипсы. Прям, мне кажется, классненькие такие. В чистую кокосовую чипсы я бы не советовала сажать. Но как добавку можно. Если у вас грунт очень быстро просыхает, можно добавить. Это будет как влагосбережение. Также здесь еще есть даже вот такие вот кокосовые таблетки. Интересно. Много интересного, кстати. Мох. В больших прям таких фасовках кокосовое волокно. Здесь прям прогуляться, правда, интересно. Очень много полезного. Так же есть тут ицеофлора. Ой, какая интересная. Посмотрите. Грунт для суккулентов. Так же здесь есть ицеолит. В общем, наверное, все, что душеньке угодно. Мне очень нравится. Даже есть, смотрите, диатомит. Ну, а вот керамзит я здесь хороший вообще не вижу. Здесь получается, по-моему, 3 упаковки. Идет вот такой вот керамзит. Он очень тяжелый. Прям пачка неподъемная. И посмотрите, вот кусочки этого керамзита похожи на кирпич. Даже вот есть здесь разломленный кусочек. Он вообще не пористый. Пузыриков вообще не видно. Такой керамзит для посадки орхидеи использовать нельзя. Так же здесь, правда, нет просвета. Но он так же очень тяжелый. Он тоже не подходит. И так же есть здесь большой мешок. Тоже вообще неподъемный. Вот у меня примерно такого размера, да, керамзит, который я вам показывала. Я его одной рукой спокойно поднимаю. Этот пакет я одной рукой не подниму. Поэтому он не подходит. А, кстати, смотрите. Вот в маленьких пакетиках. Вообще невесомый. Вот этот можно взять. Но я не знаю. Это получается невыгодно. 31 рубль за вот такой вот маленький пакетик. Это невыгодно. Проще взять, конечно же, большой пакет. И использовать. Вообще вот этот хороший. И он прям видно, что он пористый. И очень-очень легкий. Вот, кстати, в разрезике. Смотрите, какие пузырики. Вот он подходит. Пойдемте дальше. Как я вам уже и говорила, здесь есть еще и животные. И здесь есть карликовые курочки. На видео они кажутся большими, но не совсем крошечные. Наверное, туловище у них с ладошку. Петушок и курочка. Красотульки. Красивые аквариумы. Здесь также есть аквариум с морской водой, где живут вот рыбки. Очень большой аквариум. По-моему, даже несколько здесь аквариумов именно с морской водой. Тут есть ящерка. Греется под лампой. Также здесь есть вот такие вот смешные обезьянки с детками. Вон их, маленькие детки, детеныши. Классные такие. Кстати, говорят, что они регулярно дают потомство таких вот маленьких обезьяночек. У них там два малыша, насколько я вижу. Здесь также есть еще моя любимая игуана. Я бы с удовольствием забрала бы ее к себе домой. Мне она очень нравится. Такая огромная. У меня вообще есть мечта. Купить тоже террариум. Ну и маленькую игуану. И вырастить ее вот в такую вот гигантскую. Это прям, не знаю, мечта-мечта. Обожаю. Хочется, чтобы она, конечно, была такая более ручная. Немного не фокусирует. Вот так. Красотка. Тут у меня морковочка с капусточкой. Супер ящерица. Также здесь еще вот такие вот рыбки. Большой достаточно здесь такой прудик для помещения. Птички поют. Мне очень нравится здесь гулять. Также еще смотрю с другой стороны. От этого водоема есть нереально крутые горшочки. Сейчас обойду и поближе рассмотрим. Глиняные горшки, которые, кстати, тоже отлично подходят для посадки орхидей. Я сейчас здесь заметила вообще, посмотрите. Для групповой посадки, например, мини-орхидеи просто будет идеально. Для тех, кто уже умеет ухаживать, да. Здесь, по-моему, нет, здесь есть дренажное отверстие. Вот оно. Вот. Для тех, кто умеет ухаживать за орхидеями в непрозрачных горшочках, идеально подойдет. Или еще можно схитрить и просто вот в такую вот интересную вазочку или вот в такую поставить орхидейки. Вот. Будет очень интересный вид. Да, в ее родном горшке поставить просто в этот. Будет очень круто смотреться. Их здесь, кстати, много. Мне еще вот эти тоже понравились. Очень красивые. Правда, здесь они все необычные, все такие вот индивидуальные. Кстати, все время думаю о том, чтобы посадить орхидеи в глиняный горшок. Возможно, даже приобрету себе и посажу. Видела, особенно у заграничных блогеров сажают в такие горшки. Орхидейки себя замечательно чувствуют. Отлично наращивают корни. Здесь, смотрите, еще есть такие интересные в виде кактусов. И вот такие вот еще фигурки. Мне еще нравятся вот такие вот. Ой, какая красота. Какая прелесть. Можно даже, правда, сюда поставить прям орхидейку. Ой, она глубокая. В размере 2,5 даже, да? Будет идеально. Очень красиво. Даже можно не сажать туда, а просто поставить. Ну, а мы с вами пойдемте дальше и будем уже смотреть красоток орхидеи. Что есть в наличии. Кстати, по горшкам здесь нереально все круто. Очень большой выбор. И фитильный полив. И горшочки, получается, двойные. На любой вкус и цвет. Кстати, мне вот такая вот форма двойного горшка очень нравится. Я бы вам советовала покупать именно такую форму. Те горшки, которые вот арте идут сильно на расширение, у них очень быстро испаряется влага. И создается такой эффект, что снизу стоит вода, а сверху все просто просохло. И корни уже начинают сохнуть. Поэтому вот такие горшки более подходящие. Ну, и у меня такой формы сейчас горшки именно с фитильным поливом. Мне очень нравится. Я уже заказала партию. Мне скоро придут такие горшочки. Поэтому вот они, кстати, тут они есть. Вот они. Вот обалденные горшки. Сейчас я сажаю свои орхидеи только в них. Вот они есть на улице от Арбекова. Кто живет, возможно, неподалеку, приезжайте, покупайте. Очень классные. Они намного лучше, чем горшочки арте. И намного лучше вот эти, которые идут сильно на расширение. Вот вообще для меня сейчас идеал. Орхидеи растут прекрасно. Корни наращивают очень-очень быстро. Также здесь есть и горшки тоже. Они более-таки декоративные. Ничего не видно через них. Они мне тоже очень нравятся. Это фитильный полив. Единственное, что не видно, сколько воды. Приходится все время приподнимать, смотреть. Горшков очень много. Здесь можно, наверное, ходить часами и все рассматривать. Наконец-то я дошла до орхидеи. И здесь очень красивая орхидея Поттер. Мне она нравится. Кстати, охотно цветет. Цвет очень красивый, необычный. У меня сейчас тоже цветет. И домашнее цветение очень насыщенное, яркое. Мне нравится. Я от него балдею. Также здесь стоит орхидея Азиан Коралл. Орхидейка Бухарест идет дальше. Кстати, очень много интересных орхидеи. Посмотрите, какая прелесть. Давайте вместе с вами посмотрим цену этих красоток. Сколько они сейчас стоят. Ого! 1960 рублей. Ну, это, конечно, очень дорого. Для, в принципе, этот сорт не особо там какой-то супер-пупер. Поэтому я считаю, это, конечно, вообще дорого. Почти 2000. Корневая не гнилая, но орхидейки сильно залитые. Здесь прохладно. Так, давайте посмотрим, сколько стоит Поттер. Так, извиняюсь сейчас за немножко такую сумбурную съемку. Так, 1650. Ну, и меня всегда, конечно, удивляет, что на каждом горшке разная цена. И бывает, что простой какой-то фаленопсис, да, стоит около 2000 рублей. Какой-то классный сортовой можно найти подешевле, например, за 900. Вот. Вот, к примеру, смотрите. Давайте посмотрим стоимость этого красавчика. Вот вам, пожалуйста, 1200. Конечно, корневая не очень, но это я вам показываю сейчас как пример. Смотрите, какая прелесть. И стоит намного дешевле. Давайте посмотрим, что есть еще интересненького здесь. Так, смотрите. Есть еще такая же. Давайте посмотрим корневую систему. Ну, корни, мягко говоря, не очень, конечно. Но цена такая же. 1190. Есть вот еще интересненькая такая орхидейка, как мультифлорка. Почему-то я обратила на нее внимание. Интересная. Ой, смотрите, какого красавчика я нашла. Это фантом. Очень классная орхидея. Стоимость ее 1200. Она реально того стоит. Здесь давайте посмотрим. Ну, я имею в виду сорт. В принципе, достоин. 1200. Посмотрим давайте сейчас розетку. В принципе, никаких повреждений на розетке я не вижу. Корни тоже достаточно неплохие. Вот. Гнилых я не вижу. Корней, конечно, не очень много. Ну, вот сверху нормально прям так. И один только вот листочек начинает желтеть. Ну, начинает желтеть с кончика. Так, на шеечка чистая. Вот 1200. Вот такой красавчик. Ой, мне очень нравится. Также здесь есть совсем свеженькая фронтера. Фронтерка, мне кажется, должна быть в каждой коллекции. Очень любит цвести. Прям цветет всегда обалденно. Всегда делится. Цветение пышное, красивое. Поэтому стоит брать. Давайте посмотрим, сколько стоит такая фронтерка. Нет, далеко стоит. Не смогу. Боюсь за пакет, но чтобы не порвать пакетик. Ну, наверное, примерно так же. Я думаю, 1200 стоит. Фронтера, кстати, бывает, что попадается в Леруа Мерлен по 600-700 рублей. Поэтому можно, конечно, там поискать. Но обратите внимание, мне кажется, должна быть в каждой коллекции. Так, смотрите. Мэйджик Арт красавчик. Часто, кстати, продаются сейчас мутанты, когда на одном цветоносе Мэйджик Арт, а на другом каменная роза. И вот на горшочке написано именно Мэйджик Арт. У меня, кстати, есть такая орхидейка, в которой все цветочки были каменная роза. Один цветочек только открылся как Мэйджик Арт. И на горшочке написано Мэйджик Арт. Я сейчас, кстати, жду домашнее цветение. В этом году она что-то меня не побаловала. Я не знаю, какая она будет. И мне не терпится посмотреть, что же все-таки распустится. Каменная роза или Мэйджик Арт. Кстати, многие со мной спорили, что такого не может быть. Но, мои дорогие, может. И часто попадается в магазинах. Если вообще присутствует Мэйджик Арт, бывает такое, что на одном цветоносе каменная роза, на другом Мэйджик Арт. А бывает даже такое, что все цветочки, например, Мэйджик Арт и один каменная роза. Или наоборот. Так. Ой, вот еще какой красотончик стоит. Так. Это, по-моему, притория. Хотя есть немножечко вот эти вот штрихи на лепестках. Когда есть штрихи, такая орхидейка называется жемчужина императора. Ну вот, по этой орхидеи сложно сказать. Потому что вот здесь вот есть штрихочки. По цвету вроде бы похоже на жемчужину императора. А может быть и притория. Ну, знатоки могут, конечно, помочь с определением сорта. Так. Дальше я вижу, что стоит очень красивая орхидейка. Посмотрите. Красавчик Аркс Рей, который зачастую, очень часто в магазинах, цветущий с гнилой корневой системой. Давайте уж попробую я его вытащить и посмотреть. Ну, да, корни все сгнившие. И этот красавчик подтвердил свою такую вот особенность. Поэтому я взяла этот сорт именно в азиатских подростках. И все замечательно. Корни растут прекрасные. Кто хочет себе такой сорт в коллекцию, делайте так же. Закажите себе подросток в интернет-магазине. И будет вам счастье. А такой, ну, получается, да, за 1200 взять реанимашку, то я что-то не увидела, сколько он стоит. Вот. Приобретать, да, орхидею больше 1000 реанимашку, я считаю, смысла никакого нет. Вот еще, смотрите, какой только-только распускается. Боже, какой красивый фантом. Вообще бомба. Класс. Кстати, сортов интересных очень много. Есть вот такая вот даже беленькая с нежной, нежной такой розовой серединкой. Также еще Фронтера. И, кстати, вот такой вот бомбический розовый Биглип. Обалденный просто. Просто супер. Так, интересно, сколько он стоит. Нет, не могу достать, боюсь оторвать пакетик. Вот, ну, бомбический. Давайте посмотрим просто первую орхидею злоточка. И будем примерно знать стоимость. Да, они здесь все по 1200. Вот для Биглипа, для такого цена сказка. Вообще бомба. Очень красивый. Очень. У меня, кстати, вот именно с такой орхидейкой была интересная история. Я взяла реанимашку с точно такими цветами. Вот. Но сейчас она цветет дома совершенно по-другому. Она вышла очень быстро из реанимации. Цвет сейчас совершенно другой. Поэтому цветочки вот с такими крапинками очень часто мутируют. Вообще, наверное, все орхидеи, которые имеют крап, очень часто мутируют. И бывает, цвет распускается не такой, как вы покупали в магазине. Потом немножечко такой вот даже шок. О, интересные сорта, правда. Я ни капельки не пожалела, что сегодня заехала сюда обзор поснимать, вас порадовать. Думаю, заслужила сегодня ваш лайк. Пишите свое мнение по этим красоткам. Вот еще один. Вроде бы одинаковый, но совершенно разный. Этот светлее немножко, а губа более темная. Вообще суперский красавчик. Красивые. Все красивые, все. Ой, смотрите. Кого я вижу? Орхидея панда неутолимая, просто. Она цветет и цветет. И, не знаю, будет цвести, наверное, годами все время, доращивает цветоносы. И цветы сами держатся очень долго. Вот, если она стоит 1200, тоже отличная цена. Да, 1200. Корневая система вроде бы в порядке. Ну и шейка вроде бы все нормально. Нет, внизу корни подгнившие, вот сверху нормальные. Ну да, печально, конечно, корни подгнившие. Нет, так не пойдет. Надо выбирать за 1200 идеальное растение, чтобы дома вообще потом не мучиться. Чтобы поставить в кашпо и абсолютно ни за что не переживать. Но пока я увидела только одну орхидею панду. Красивый, красивый. Можно выбрать достойное растение с хорошей корневой системой. И довольно-таки необычную. Также здесь очень много бульбовых орхидей. Они мне тоже очень нравятся. Хотя у меня коллекция из бульбовых орхидей очень-очень маленькая. Я сразу заметила, что здесь есть брасия. У меня, кстати, на продажу есть одно растение. Я свой большой куст поделила. И вот несколько уже продала. Один остался. Он ароматный. Вот такими вот будут интересными паучками цвести. У меня еще есть похожая камбрия. Только у меня серединка немножко с белым. Очень красиво. И, кстати, мне очень нравится, что они ароматные. Вот моя вот на эту похожа. Моя камбрия. Только лепестки не скрученные, а более-таки округлые. Очень интересные. Все, смотрите, как будто девушка в серединке сидит с большой красивой юбкой пышной. Ой, пахнут. Я их за это тоже очень сильно люблю, что аромат. Кстати, вон еще интересный паучок. Смотрите, он вообще зелененький. Цветочки, как паучки, такие интересные. Кстати, здесь есть одна ванда. Очень интересного цвета. Но цена, к сожалению, да, вот прищепочка есть, а цена куда-то улетела. Не знаю. Немножко тут есть отцветающих уже такие миди-мультифлорки по 980 рублей. Ну, конечно, во-первых, для таких сортов и уже для цветашек это большая цена. Вот. Но я просто показываю все, что есть. И дальше пошли фаленопсисы. Все на бутончиках, все свеженькие. Это уже с другой стороны стеллажа. Давайте посмотрим, сколько стоит здесь. Такая же цена. Вот 1190. Ну, корни тут, конечно, подгнившие. Мне кажется, здесь, конечно, недостаток освещения. Поливают, и здесь прохладно. Поэтому корни загнивают. Но сорта очень интересные, красивые. Много даже таких вот редких сортов, которые очень редко встречаются в обычных таких простых сетевых магазинах. Ой, вот еще. Красивый-красивый. Кстати, похож на тиару. Вот. Но, по-моему, не она сейчас. Немножко он такой привял. Вот. Похож, кстати, на тиару. У меня сейчас такая орхидейка есть. Если помните, я купила ее в Бао-центре. Вот еще какая интересная желтая. С такой вот яркой, почти красной губой. И губа, кстати, большая. Вроде бы и не бегли, но губка большая. Очень интересный цветочек. Так, вот еще красавчик. Обалденный. Виктория, по-моему, называется. Как-то так. Крупный, кстати. Очень крупный вырастает цветок. Но здесь я не сказала бы, что он какой-то максимально крупный. Вот. Обычно этот сорт очень крупных таких красивых, внушительных размеров. Так же фронтерка. Вот еще интересный цветочек. Нежный, нежный. Такой красивый. Давайте посмотрим цену. Здесь три цветоноса. Один, кстати, из точки роста. Перекормили, так перекормили. Гулять, так гулять, как говорится. Тысячу триста. Давно не была в Люруа Мерлен. Даже не знаю, какие сейчас цены на орхидеи. Была только в лето. Но там достаточно тоже высокие цены. Но и орхидейки. За ними уход получше. Корневая система получше. И есть подешевле орхидейки. Ну и в лето очень много азиатских орхидей, которые вообще там стоят по 500 рублей. Так, вот еще интересная. Спряталась. Так, ну вот. Огромный-огромный выбор. По-моему, я показала вам все. По крайней мере, я очень старалась показать все. Чтобы ни одна орхидейка от меня не спряталась. Ни один интересный сорт никуда не скрылся. Мне понравился обзорчик. Конечно, плохо, что у многих орхидей гнилая корневая система. И это, знаете, именно уход магазина. Потому что повреждений на листьях я не вижу. Значит, транспортировались они правильно. Нигде они не получали никакого обморожения, переохлаждения. Но уже в магазине видно от того, что здесь прохладненько, все-таки загнивает корневая система. Хотя все орхидейки очень классные. Ну, кстати, приобретая растения, здесь также очень много вот таких вот кашпо, которые я всегда советую брать. Где есть внутри возвышение, на которое ставится растение, и наливается чуть-чуть водички. Орхидея наращивает идеальнейшие корни. Здесь таких кашпо, просто море. Можно подобрать на любой вкус и цвет. Ну, это, конечно, очень большое возвышение. Нет, а все остальные, вот они подходят, внутри есть возвышение. Прямо уходить не хочется. Птички поют. Орхидеек много, красивые, много растений. Черепашки. Красота, греются под лампочкой. Много кактусов. И, кстати, еще один огромный-огромный аквариум с морской водой. Также здесь очень много препаратов. Вот такой вот, прям с кораллами. Так, и вот здесь много-много препаратов. Также на любой вкус и цвет. Вот, на любой, наверное, кошелек, море удобрений. Для орхидеи. Ну, и для любых комнатных растений. Вот, смотрите, какой огромный выбор. Также вот есть и тоник для орхидеи. Вот он, мой любимый. Надо будет, кстати, сейчас заказать на Озоне. На Озоне бывают очень большие скидки. И выгодно там брать. Ну, вот и все, мои дорогие. На этом я буду заканчивать свой обзор. Свой поход в магазин. Надеюсь, вам со мной было интересно. Вы поставите мне пальчик вверх. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Пока-пока.